Здравствуйте, уважаемые телезрители! В сегодняшней заключительной лекции будут рассмотрены следующие вопросы. Первый вопрос. Принципиальные положения Уголовно-процессуального кодекса о доказательствах. Второй вопрос. Признание доказательств недопустимыми. И третий вопрос. Использование бланков процессуальных документов. Использование бланков процессуальных документов. И перейдем к рассмотрению первого вопроса. Принципиальные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о доказательствах. Конечно, все вопросы, связанные с доказательствами, имеют в процессуальном законодательстве весьма существенное значение. Именно от того, насколько будут полно собраны доказательства по делу, зависит в целом исход расследования. Поэтому Уголовно-процессуальный кодекс, законодатель в этом кодексе, придает весьма и весьма существенное значение допустимости доказательств. То есть отделить легально полученные, законным путем полученные доказательства от незаконных, это значит защитить права и свободы гражданина, его законные интересы. От произвола, с одной стороны, в судебном заседании, вообще в ходе рассмотрения дела и на досудебном производстве, и в суде. И с другой стороны, создать необходимые условия для вынесения законного, обоснованного, справедливого приговора. Поэтому в статье 17 Уголовно-процессуального кодекса речь идет о таком принципе уголовного процесса, как свобода, принцип свободы оценки доказательств. Свободы оценки доказательств. Именно свобода оценки доказательств определяет, что судья, присяжный заседатель, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. И когда мы говорим о оценке доказательств, понимаем, что под этим именно установление относимости, допустимости и достаточности доказательств для принятия того или иного решения. От того, насколько и какое решение принимается, насколько оно именно связано с главным вопросом, то есть вопросом о виновности и невиновности лица, с вопросом о наличии преступления в тех или иных действиях, или отсутствием преступления в конкретном деянии и зависит ход производства по делу. Итак, оценка доказательств – это определение относимости, допустимости, достоверности и достаточности имеющихся в деле доказательств. И вот свобода оценки как раз-то и понимает, что все доказательства имеют одинаковую силу. То есть нет у нас в настоящее время в законе лучших и худших доказательств, как было до 1864 года. Личное признание подсудимого своей вины являлось лучшим доказательством всего света. Когда достаточно было признать свою вину в суде, и на этом судебный процесс закончился. Надо отметить, что мы все-таки к этому опять, может быть, когда-то вернемся, поскольку в некоторых странах есть такие положения. Но пока, на мой взгляд, наша юстиция не готова возвратиться к тем дореформенным положениям о силе доказательств. Поэтому сейчас, подчеркну еще раз, все доказательства, которые собирает следователь, дознаватель и исследует суд, являются одинаковыми по своей силе. Несмотря на то, дал их богатый или бедный, мужчина или женщина, взрослый или несовершеннолетний, а может быть, даже и малолетний, суть от этого не меняется. Все доказательства являются одинаковыми по своей юридической силе. Второй постулат, как мы видим в статье, это необходимость альтернативы, наверное, нескольких доказательств. Одно доказательство не доказательство. Доказательства могут рассматриваться в их совокупности. То есть, выстраивается некоторая такая цепочка, и в этом случае, когда последующие подтверждают предыдущие доказательства, можно говорить о совокупности доказательств. То есть, как свидетельство того или иного доказанности, того или иного факта, может быть, обстоятельства, подлежащего установлению по уголовному делу. Поэтому законодатель и говорит, что все доказательства равны. Никакие доказательства, давайте еще раз подчеркнем, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Несмотря от кого бы они ни сходили, при каких обстоятельствах не были бы получены. Главным здесь является критерий их допустимости. То есть, для того, чтобы доказательство было доказательством, а доказательство это формализованное сведение об обстоятельствах преступления. То есть, полученное в соответствии с законом. Некоторое свидетельство, подтверждающее или опровергающее то или иное обстоятельство преступления. К примеру, это время, место, способ совершения преступления, это виновность лица в совершении преступления и размер ущерба и так далее. То есть, все те квалифицирующие признаки, которые предусматривает в данном случае уголовный кодекс, должны быть подтверждены несколькими, то есть, совокупностью доказательств. Вот это будут сведения о событии прошлого. Поэтому все они не имеют заранее установленной силы, но при этом требования закона к их обязательной форме. Все они должны быть определены в какую-то форму. То есть, и форма фиксации, и форма их получения. В противном же случае существует такое положение, как статья 75-я, недопустимые доказательства. То есть, если что-то где-то нарушено процессуальные требования, доказательство может быть признано недопустимым. В частности, закон относит к недопустимым доказательствам. Доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса. И в этом случае они будут недопустимыми. При этом следует отметить, что подобные нарушения, видите, закон не конкретизирует, какие же могут быть нарушены требования УПК, чтобы доказательство было признано недопустимым. Но при этом, это общая такая формулировка, да? А при этом, конечно, есть и частные случаи недопустимости доказательств. В частности, недопустимые доказательства не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК. Это понятно, что есть какая-то определенная процедура, в соответствии с которой доказательства преднаются недопустимыми. И после того, как официально они будут признаны, не просто чье-то мнение будет изложено. Допустим, следователь, принявший дело к производству, посчитал, что некоторые доказательства, которые были получены его предшественникам по делу, не соответствуют УПК. Что он должен делать? Здесь уже его личная инициатива. Он лицо, производящее расследование, он должностное лицо, представитель органов власти, наделенный правом единолично принимать решения по делу. В этом случае он и принимает решения. А другое дело, если мнение свое имеют участники процесса, не наделенные властными полномочиями. Защитник, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший и другие. Все-таки они, конечно, не могут вот так отказаться от этих показаний. Они могут только ходатайствовать о признании того или иного доказательства недопустимым. Когда же такое ходатайство возможно? Закон определяет, что к недопустимым доказательствам относятся первое, это показания подозреваемого, обвиняемого данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствии защитника. То есть, вот нарушение права на защиту влечет признание доказательства недопустимыми. Включая случаи отказа от защитника и неподтвержденные подозреваемому, обвиняемым в суде. То есть, если обвиняемый дал показания в ходе досудебного производства и не отказался от них в суде, но при этом эти показания были даны без защитника, то никаких проблем не существует. Эти доказательства будут иметь юридическое значение, то есть, будут допустимыми. Если произошла обратная процедура, то есть, в отсутствии защитника признательные показания были даны на суде, а уже в суде подсудимый отказался от этих показаний, значит, они не имеют юридической силы. Вот здесь вот наличие в деле защитника является критерием допустимости, то есть, критерием объективизации этих показаний. Защитник как бы подтверждает своим присутствием, подтверждает том, что при допросе, вот просто, он, конечно, это делает не устно в суде, давая какие-то показания. Нет, его никто не спрашивает, но наличие подписи адвоката, защитника на протоколе допроса обвиняемого является вот тем критерием, который отличает показания недопустимые от показания допустимого. Доказательства от недоказательства. Как будто объективизирует законность процедуры, законность соблюдения процессуальной формы при осуществлении конкретного следственного действия. Также недопустимыми признаются показания потерпевшего свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности. Здесь законодатель имеет в виду то, что потерпевшие, свидетели, должны давать те показания, которые, или предоставлять суду, следователю, дознавателю, те сведения о преступлении, которые они, с одной стороны, сами видели, да, вот то, что они наблюдали в реальности. Если они что-то домыслили, то это не может быть, это уже свидетельскими показаниями. Это некоторое, может быть, заключение специалиста или эксперта. В этом случае должно быть, оно должно быть научно обосновано. Ну, к примеру, показания потерпевшего от пожара, да, сгорел его дом, хозяин спасся, дает показания в качестве потерпевшего. И говорит, я думаю, что пожар произошел от, допустим, там, поджога. Но это уже его, то есть, его домыслы, а свидетель, еще раз подчеркиваю, потерпевший в этом случае выступает в качестве специалиста или в качестве эксперта. Это не его функция, поэтому и соответствующие показания не могут быть признаны допустимыми доказательствами. Другой вопрос – это отсутствие осведомленности. Это так называемые послухи, свидетель, который дает показания по чьим-то слухам. Вот слухи тоже не могут рассматриваться как доказательства, поскольку закон требует от того, чтобы лицо, дающее показания по слуху, всегда указывало источник своей осведомленности. Он должен в протоколе указать, от кого он слышал эти сведения, то есть фамилия, имя, отчество, место жительства и так далее. Установочные данные лица, который ему это показание и сведения дал. И необходимо это для того, чтобы можно было проверить все-таки достоверность этих сведений. Также недопустимыми являются доказательства, которые получены с нарушением требований УПК. Мы с вами уже говорили, что законодатель предъявляет общие требования к порядку получения доказательств, допустим, общие требования к протоколу следственного действия, общие требования к порядку производства следственных действий. Особенность надо обращать внимание в свете нашей сегодняшней темы, в целом темы нашего курса, в том, что честь, достоинство, жизнь, здоровье участников процесса должны свято соблюдаться, не нарушаться. Поэтому, если в ходе производства следственного действия каким-то образом были ущемлены честь или достоинство, была подвергнута опасности чья-то жизнь необоснованно, то в этом случае, конечно, допустимость доказательства может быть поставлена под сомнение. Особенно, если первые два критерия, честь и достоинство, ограничены были. Но, как мы с вами видим, законодатель не дал исчерпывающего перечня тех доказательств, которые могут быть признаны недопустимыми. Это все-таки оставляется на усмотрение конкретных органов, ведущих процесс, в том числе и суда. Итак, перейдем ко второму вопросу. Это признание доказательств недопустимыми. Признание доказательств недопустимыми. То есть, здесь мы сейчас рассмотрим саму процедуру. Вот, предвещая уже материалы этого вопроса, с вами говорили о том, что лицо ведущее процесс, особенно это следователь-дознаватель, на ранних этапах производства по делу, может сам отказаться, получить доказательства, внимательно с ним ознакомиться, то есть, проверить его и прийти к выводу, что оно не может быть признано впоследствии допустимым, и, так сказать, отдать его прокурору Корзинкину. То есть, уничтожить, изъять из дела, и, таким образом, впоследствии не основывать некоторые свои решения на конкретном доказательстве, для того, чтобы не было негативных последствий. Поэтому здесь, что называется, самоотвод, будем так сказать, процедура самоликвидации, такого доказательства. Но при этом, конечно, это не всегда так бывает, и законодатель наделил ряд участников процесса правом все-таки требовать, наверное, ходатайствовать о признании доказательства недопустимым. В частности, статья 235 определяет порядок заявления ходатайства об исключении доказательств. В ней определено, что стороны вправе заявить ходатайство об исключении из перечни доказательств, предъявленных в судебное разбирательство, любого доказательства. Ну, здесь надо отметить, что как это вот из перечни, что это из перечни-то. Ну, надо нам с вами знать, что следователь или дознаватель, когда направляет через прокурора материалы дела в суд, он помимо формирования обвинительного заключения или обвинительного акта, вот в последнем случае это дознаватель делает, да, дает перечень тех доказательств, которые, по его мнению, подчеркиваю, по его мнению, должны быть исследованы в суде. Для удобства суда, вот перечень, допустим, лиц, подлежащих вызову в судебное разбирательство, да, формируется фамилиями отчества, указаниям их места жительства и так далее, да. Кроме того, и в обвинительном заключении, допустим, также изложено краткое содержание этих доказательств. Поэтому, когда стороны знакомятся с материалами уголовного дела, читают материалы уголовного дела, то они, конечно, формируют, особенно если это защитник, прокурор, они формируют у себя уже некоторое такое впечатление, убеждение, я бы сказал, о том, что является ли данное доказательство допустимым, или его нельзя использовать в судебном заседании, то есть оно получено с нарушением закона. И после ознакомления с материалами дела как раз-то и заявляется подобное ходатайство, подобное ходатайство, чтобы суд его рассмотрел и сделал в судебном разбирательстве и вынес некоторое решение, да, либо признать допустимым, либо не признать его допустимым. Также это может быть и сторона обвинения, поскольку доказательства могут предъявлять следователю, дознавателю, прокурору или в суд и сторона защиты, да, сторона защиты также наделена правом где-то, допустим, отыскивать какие-то объекты, предметы, документы и предъявлять их непосредственно. Если же это связано с производством следственных действий, то, конечно, допустим, тот же защитник не имеет права производить следственные действия, как это имеет право делать следователь. Но вот заявлять ходатайство о совершении этого действия он имеет право, да, и ходатайство о присутствии при производстве этого следственного действия он также имеет право. Поэтому, если что-то кому-то не нравится Именно в плане допустимости доказательств, то предъявляется соответствующее ходатайство. В случае заявления ходатайства его копия передается другой стороне в день представления ходатайства в суд. Как я уже сказал, поскольку рассмотрение ходатайства носит состязательный характер и производится в судебном разбирательстве, но не, конечно, в основном, может быть и в основном, но, как правило, если это, допустим, суд притяжный, а так это может быть еще и на стадии назначения судебного заседания. При этом ходатайство об исключении доказательств должно содержать указание на доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона. Конкретно же, какое доказательство должно быть исключено из материала в дело. Второе. Основания для исключения доказательства, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ и обстоятельства, обосновывающие ходатайство. То есть, не просто заявить ходатайство о несогласии, выразить свое мнение о несогласии. Это мнение должно быть обосновано, то есть подтверждено, с одной стороны, нормами закона, ведь сторона, заявляющая ходатайство, должна, ссылаясь на норму, указать, какие положения нарушены при получении доказательств. Второе. Это обязательно обстоятельства, обосновывающие само ходатайство, поскольку может быть получено доказательство, конечно, не правильным путем, но это доказательство не использовалось при принятии решений. Следовательно, просто не изъял доказательство, оставил его, но даже и доказательства быть не может. Просто какой-то протокол процессуального действия или следственного действия, просто остался этот протокол в материалах дела. Но никакой существенной нагрузки юридической он не несет, поскольку свое решение следователь обосновал другими доказательствами. А вот как раз-то эти доказательства и не сторона подвергает сомнению. То есть они, по ее мнению, действительно являются допустимыми, нормальными и качественными, или, как говорят, доброкачественными. А вот когда речь идет о конкретном доказательстве, то оно никак не влияло на решение, принятое по делу. Допустим, на постановление или вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Вот это имеет в виду законодатель. Судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ, указанный в ходатайстве. Вот эта сама процедура, о которой мы с вами говорим, процедура судебного признания доказательств недопустимыми, также отводит большое значение и большую роль судье, который и производство осуществляет по этому делу, и по делу об принятии решения о недопустимости доказательств. И также является активной стороной в процессе. Он может сам по собственной инициативе выдвинуть требования о рассмотрении того или иного доказательства на предмет его допустимости. Причем проверяется эта допустимость в том числе и процессуальным путем, с помощью, допустим, допроса свидетелей и приобщения других документов к материалам уголовного дела. Материалов уголовного дела к этому ходатайству. В том случае, если одна из сторон возражает против исключения доказательства, судья вправе огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и представленные сторонами. В судебном заседании, когда рассматриваются то или иное доказательство на предмет его допустимости или, наоборот, недопустимости, можно не только представлять или эта процедура осуществляется на основании не только вновь каких-то полученных доказательств, касающихся не в дело, а именно касающихся конкретного доказательства. То есть здесь уже доказательство, процесс доказывания связан с подтверждением или опровержением доброкачественности конкретного доказательства. Поэтому это будут новые доказательства. Более того, ведь доброкачественность доказательства, его допустимость, будем так говорить, она может быть подтверждена и материалами, непосредственно материалами дела. Уже основного дела, уголовного дела. Закон не запрещает это. При этом самое важное, конечно, надо подчеркнуть, что при исследовании допустимости нельзя ставить вопрос исследований материала в дело. Нельзя ставить вопрос преждевременно о результатах вообще основных, может быть, вопросах самого дела, основного. Было или не было преступления, совершил его, допустим, подсудимый или не совершил, виновен он в этом деле или не виновен. Вот вопрос такой. То есть суд в судебном заседании не может или не должен даже быть связан с основным делом. Решается вопрос частный, вот это надо подчеркнуть, частный вопрос, относящийся к конкретному доказательству или к нескольким доказательствам. Что будет впоследствии с делом, вот это судебное разбирательство не волнует. При рассмотрении ходатайства об исключении доказательств заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство было получено с нарушением требований процессуального законодательства, бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на прокуроре. То есть в данном случае сторона, вот здесь некоторые смягчающие такие возможности для постановки вопроса о недопустимости доказательства, которые может сделать сторона защиты. Она не должна доказывать недопустимость доказательства. Ее функция или основная задача такая более скромная, подвергнуть сомнению. Подвергнуть сомнению, то есть доказать можно, можно даже и не доказывать, а подвергнуть сомнению на основании положений закона. Сами понимаете, поскольку сторона защиты не вправе производить следственные действия, значит, она может оперировать только нормативными положениями. То есть защитник, сделав ходатайство о недопустимости того или иного доказательства, исходит из положений закона. Он основывает на противоречии, свое утверждение, что вот, допустим, протокол обыска, он должен содержать то-то, то-то, должен быть так-то, так-то сам обыск проведен. И смотрите, что получилось там. Понятых нет, допустим, или понятые были приглашены, но нет подписей под разъяснением им прав и обязанностей, как участникам, вот конкретного, лицам, участвующим в конкретном следственном действии. Нарушение процессуальной формы влечет, соответственно, и признание доказательства недопустимым. А уже как это будет прокурор оспаривать, это называется бремя доказывания. Однако в остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне заявившей ходатайства. Но имеется в виду, в остальных случаях, если доказательства на предмет допустимости подвергают сомнению сторона защиты, сторона обвинения. Это, как правило, бывает в суде, когда сторона защиты представляет суду доказательства, которые не исследовались в ходе предварительного расследования. То есть адвокат-защитник или сам подсудимый придержали, так условно можно сказать, эти доказательства до суда и предъявили их в суде, в суд. Это с одной стороны, да? С другой стороны, часто, допустим, такие бывают доказательства, мы с вами, по-моему, когда-то говорили об этом, производство независимых экспертиз. Можно ли признать независимую экспертизу, которая проведена была в секрете от органов расследования самостоятельно стороной защиты и предъявлена в качестве доказательства для ознакомления непосредственно в судебное заседание суду? Вот в этом случае, конечно, собственно, обвинитель, участвующий в деле, может подвергнуть сомнению на предмет допустимости это доказательство. И в этом случае вопрос будет рассматриваться судом, и уже бремя доказывания будет лежать на том, кто считает, что такое доказательство недопустимое, то есть на стороне обвинения. На стороне обвинения. Если суд принял решение об исключении доказательства, то данное доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу приговора или иного судебного решения, а также исследоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства. В ходе судебного разбирательства. Оно признается фактически ничтожным. Ничтожным. Если уголовное дело рассматривается судом с участием присяжных заседателей, то стороны, либо иные участники судебного заседания, не вправе, подчеркиваю, не вправе сообщать присяжным заседателям о существовании доказательства, исключенного по решению суда. Надо отметить, что первоначально в нашем отечественном законодательстве процедура признания доказательств недопустимыми как раз-то и возникла в момент формирования, возрождения, как у нас говорят, суда с участием присяжных. Именно присяжные, поскольку не являются профессиональными юристами, или вообще юристами, то не могут без посторонней помощи разобраться в этих доказательствах, а действительно ли они могут использоваться в тех или иных качествах, в качестве доказательств обвинительного или оправдательного. Поэтому законодатель здесь принял такое сломонное решение. Не доставайся ты никому. Если есть сомнения, значит, такое доказательство присяжным заседателям не должно быть предъявлено. И более того, как отмечено в законе, сами стороны, они ведь присутствовали при рассмотрении этого доказательства на предмет допустимости, не могут ссылаться на него. Вот просто его уже нет. Исключили. При рассмотрении уголовного дела по существу, суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым. Конечно, в ходе судебного разбирательства могут кардинальным образом измениться обстоятельства. И если доказательство было признано недопустимым не по формальным, а по материальным, может быть, каким-то критериям недопустимым, то в этом случае в ходе судебного заседания к этому вопросу могут еще вернуться. Итак, третий вопрос – использование бланков процессуальных документов. Мы с вами говорили о том, что, по сути дела, основным критерием недопустимости доказательств является процессуальная форма. Процессуальная форма включает в себя два компонента – это само действие и документ, в котором фиксируются результаты следственного действия. Как мы уже говорили, нарушение процессуального закона в целях признания, которое может привести к признанию доказательства недопустимым, может быть, и при производстве самого действия не разъяснили права, не применили пытки, психическое воздействие, унижали честь и достоинство. То есть это такое материальное составляющее, само производство действия. С другой стороны, фиксационная составляющая, когда следственное действие проведено совершенно правильно, без нарушения закона, но при этом зафиксировано, то есть задокументировано не совсем верно. И впервые, наверное, в отечественной истории наш Уголовно-процессуальный кодекс содержит формы бланков процессуальных документов, то есть бланков, куда любое следственное действие, нужно просто выбрать соответствующий бланк, должно быть занесено. И, соответственно, первое время не было четких критериев, а любое ли доказательство, зафиксированное, может быть, не в том бланке, или в рукописном бланке, или просто изготовленном как-то кустарным способом бланке, будет являться недопустимым. И, в частности, впоследствии, вот законодатель в статье 474 определил, что оформление процессуальных действий и решений на бланках процессуальных документов, так статья называется, и вот каким же образом это оформление производится. А в статье прямо написано, что процессуальные действия и решения оформляются на бланках процессуальных документов, то есть изначально на бланках тех документов, которые в качестве приложений даны. Но при этом не всегда, может быть, бывают бланки соответствующие, и законодатель сказал, что процессуальные документы могут быть выполнены типографским, электронным или иным способом, в том числе и рукописным. В этом случае отсутствие бланков, процессуальных документов, выполненных типографским, электронным или иным способом, они могут быть написаны от руки. То есть рукописным способом могут быть бланки, представленные, не являются нарушением. Ну, там законодатели говорят, что если рукописным способом, там подстрочник можно не писать. Но вот сведения, все ли сведения, которые предусмотрены в стандартном бланке, должны обязательно быть в бланке процессуального документа. Ну, как мы с вами знаем, допустим, в наших российских паспортах сейчас отсутствует графа национальность, да, или там вероисповедование. Если кто-то решит обязательно зафиксировать, будет настаивать на этом, как это будет выглядеть в реальности, будет ли это нарушением, влекущим за собой признание, недопустимо доказать, допустим, вероисповедание, партийную принадлежность или национальность, или нет. В этом случае законодатель говорит, что при отсутствии требуемого процессуального документа в перечне бланков процессуальных документов, указанный документ составляется должностным лицом с соблюдением структуры аналогичного бланка и требований УПК. При этом, конечно, далее сказано, да, что вот те минимальные стандарты, а именно перечень процессуальных бланков указал минимальные требования, которые предусматриваются или необходимы для процессуальных документов. Но вот в нашем случае, когда мы с вами говорим о защите конституционных прав и свобод в уголовном процессе, мы должны исходить применительно к бланкам процессуальных документов, чтобы обязательно фиксировалось владение, не владение языком судопроизводства. А если национальность, свидетельствует ли национальность о знании или не знании языка судопроизводства? Конечно, нет, не свидетельствует. Национальность вообще ни о чем не свидетельствует, поэтому она не является идентифицирующим признаком. Поэтому она исключена из паспорта. У нас лицо может называться любой национальностью, то есть национальность как фамилия. Но, тем не менее, есть, может быть, люди, которые дрожат своей национальностью и везде ее вносят в теряные документы. Поэтому законодатель прямо ответил, что внесение подобных сведений дополнительно, подчеркиваю, дополнительно, вот если там нет отчества, а есть какие-то другие установочные данные, то вот отсутствие отчества, это, конечно, такая ситуация, которая обязательно должна привести к потере юридической силы соответствующего доказательства. Ну, некоторые просто говорят, вот американцы допрашивают, говорят, у нас нет отчества. Ну, здесь надо либо как-то объяснять это, либо полное, там, так сказать, полное название, человек, как можно сказать, да, нужно обязательно определять. То есть, либо все-таки постараться, чтобы отчество было, как это требуется в нашем российском законодательстве. А вот другие сведения, они, или там, год рождения, ну, те сведения, о которых, в соответствии с которыми можно установить, обязательно идентифицировать, вернее, человека как единицу, а не как какую-то группу лиц, то в этом случае, конечно, можно предусмотреть и дополнительные сведения при, подчеркиваю, наличии необходимых сведений, перечисленных в бланках процессуальных документов в виде приложений к уголовно-процессуальному кодексу. Итак, уважаемые телезрители, мы с вами прослушали весь курс, предполагаемый курс по проблеме реализации конституционных положений в уголовно-процессуальном законодательстве. Ну, и, соответственно, мы так расширили несколько, да, тему и гарантии участников процесса при их реализации, подчеркивая, что в первом случае речь шла, когда мы говорили о связи конституции уголовно-процессуального законодательства, мы подчеркивали преемственность уголовно-процессуального кодекса конституции, то есть конституция как основа процессуального законодательства. Когда мы говорили с вами о гарантиях прав участников процесса, то речь шла уже о конкретном правоприменении. Как сделать так, чтобы то, что отмечено в конституции, отмечено в качестве правовых норм в уголовно-процессуальном кодексе, были не простыми декларациями, а реально работающими нормами. Для этого, как мы с вами пришли к выводу, необходимо, чтобы эти нормы, принципиальные нормы, были достаточно широко адаптированы в уголовно-процессуальное законодательство и были необходимы гарантии, то есть средства обеспечения или негативные последствия за нарушение этих нормативных предписаний. Когда следователи, судья будут нести какую-то ответственность, а пока у нас ответственность установлена только в виде признания решения недопустимым, отмены судебных решений, как незаконных. На этом, уважаемые телезрители, время сегодняшней лекции подошло к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.